Кстати, я вам расскажу одну историю по поводу того, как ангелы работают и готовят путь. Почему я молюсь о том, чтобы ангелы Божьи, они шли и готовили путь? Потому что, когда мы молимся за человека, то реально включаются ангелы, и они начинают готовить путь человека к спасению. Вот моя история в буквальном смысле. Я в 15 лет, даже в пол-шестнадцатого, в 15 с половиной, посмотрел один фильм. Он как бы такой, с христианским уклоном. В общем, суть его такая. Там был такой парень, у него была компания, и они такие, знаете, был на меня похож. То есть он такой, типа, гулял, веселее. Называется фильм «Спеши любить». Такая вот мелодрама. И, значит, этот парень, то есть я его смотрю, этот фильм. Этот парень такой, знаете, он, ну, в общем, гулял там, дела всякие делал. А там была девушка, она была христианкой. То есть она вот прям такая, знаете, так одевалась, так, ну, как христианка. То есть не в короткие юбки, приходила в школу, и с ней все смеялись. Потому что они такие, да, вот посмотри, там она в одной кофте 500 лет ходит. И он тоже с нее смеялся. А потом произошла такая история, он, короче, там каких-то делов наделал. И ему сказали, что ты должен на дополнительных занятиях там ходить, в общем, и заниматься в театре. И, короче, он с ней, он подошел к ней и говорит, слушай, я вот хочу у тебя попросить помощи. Можешь мне помочь там, помочь учиться? Она говорит, могу, но есть одно условие. Она говорит, ну, пересказываю мелодраму, не плачьте. Она говорит, есть одно условие, не влюбляйся в меня. Чувство, как будто я какой-то Санта-Барбару сейчас рассказываю. Ладно, не суть, я просто историю, конец этой истории, что этот парень влюбляется в эту девушку. У нее, к сожалению, там лейкемия. Ну, они не верили в исцеление, наверное, не молились, но не суть. По фильму. Она умерла, но этот парень очень сильно изменился. Он прям все там поступил учиться. А, его старая компания его отвергла, типа, что он там с ней начал гулять. Но не суть, он сильно изменился. Я когда этот фильм посмотрел, знаете, какая у меня мысль? Я сказал, я хочу так же. Вот так вот я сказал. Я хочу так, я хочу измениться, потому что моя компания меня не устраивала. Там все наркоманили. То есть у меня была не очень хорошая компания. Вот. Я прям загорелся желанием измениться. Я просто не знал, как это сделать и куда пойти. То есть у меня не было там протестантских друзей, там христиан, там вообще. Была там православная церковь. Но меня после покаяния я туда повел своих друзей неверующих. Вот. Начал молиться там за них на языках, и меня выгнали оттуда. Это правдивая история. Но не суть. В общем, и представьте, у меня этот образ в голове был, то есть очень долго, то есть месяцев вот пять. Я хотел встретить какого-то такого человека, который на меня повлияет. И знаете, что случилось? Вот Бог проложил свой путь таким образом, что в том месте, где такие люди обычно не находятся, я его встретил. Потому что в таких местах находился я. Это ночной клуб был. Вот. И представьте, это была девушка, через которую я покаялся. И, то есть, она была верующая. Представляете? Это вот то, что Бог, когда начинает видеть желание человека, он ангелы. Там история удивительная. Я просто не буду все рассказывать, но не суть. Сама эта встреча, она вот в буквальном смысле была устроена кем-то свыше. Это не просто. Это именно встреча, устроенная кем-то свыше. И поэтому, когда мы молимся за наших близких, нам нужно молиться, чтобы ангелы Божьи, они прокладывали путь. Потому что они начинают реально прокладывать путь. И человек идет по этому пути и приходит к моменту метании, то есть покаяния. Вот. Это просто отступление. Потом молитесь за ваших близких и молитесь, чтобы Бог своих ангелов направлял.